В заключительных сериях сериала «Сайя спасения. Время гнева». Муравьев велит офицерам забрать кассу солдатской артели и просит Соловьеву передать гибель. Что он сожалеет о случившемся? Приезжает Ипполит, отдаёт бесполезное теперь письмо Трубецкого и винит себя в опоздании. Муравьев объявляет солдатам, что его брат, Ипполит Муравьев, апостол, привез из Варшавы приказ от Константина, настоящего царя, и они идут на столицу. Соловьев рвётся уйти вместе со своей ротой, ссорится с Муравьевым. Муравьев встречается с Артамоном. Тот говорит, что Сергей объявлен изменником, что по дороге на треле состоит артиллерийская батарея. Но Муравьев может спастись, если пойдёт через Белую Церковь, вернувшись. От Артамона Муравьев видит горящий шинок и потасовку между пьяными солдатами и крестьянами. Офицеры безуспешно пытаются их усмирить. На площадь с другого конца спешит Баранов. Свежевыбритый в майорском мундире Баранов обвиняет Муравьева в том, что он их привёл сюда обманом. Письма от Константина не существует. Муравьев вызывает Баранова на дуэль. Баранов стреляет и промахивается. Муравьев подходит к Барану. Хотите, правда, мы одни, ах тырц, не придут. Если вы со мной, помогите мне сохранить полки, примите командование. Над ротой чистого. Муравьев входит в дом. Там Анна. Сергей говорит ей, что завтра всё изменится. Они победят. Анна парирует, чтоб была у Гебеля, и уходит. Утром Черниговский полк идёт по дороге. Три леса. Первые ядра взрывают землю. Немного не долетев до черниговцев, офицеры совещаются. Баранов предлагает сделать вид, что они сдаются, а подойдя ближе, ударит штыки. Сергей велит офицерам. Оставаться со своими ротами, берёт знамя и идёт вперёд. Посмотреть заключительные серии вы сможете уже 7 марта. На первом канале подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событий о любимых сериалах.